В начале февраля в Пермском классическом университете состоится экономический конгресс, который станет площадкой для конструктивного диалога между властью, наукой и бизнесом. Участники обсудят актуальные вопросы развития экономики края. Обсудим предстоящие мероприятия с деканом экономического факультета Классического университета Перми, доктором экономических наук, профессором Татьяной Миролюбовой. Татьяна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Васильевна, начнем с программы. Совершенно разные темы цифровой экономики, технологического суверенитета. Расскажите подробнее, что ждет гостей и спикеров, участников мероприятия. Прежде всего, когда мы продумывали тематику конгресса, безусловно, мы учитывали текущую ситуацию. С одной стороны, экономика России сейчас развивается с учетом, под влиянием, точнее, внешних факторов. Мы понимаем, что это неблагоприятные факторы, факторы внешней среды, попытка изолировать нашу страну от мировой экономики. Понятно, что она абсолютно провальная, это невозможно сделать по отношению к России. Но, тем не менее, ситуация такова, что мы сейчас живем под влиянием вот этого очень важного, отрицательного геополитического фактора. И, безусловно, здесь как раз именно в этой ситуации, ситуация турбулентности, неустойчивости, неопределенности, никто не знает, что будет в ближайший год происходить с экономикой российской, мировой, европейской, американской и так далее. Безусловно, здесь и возникла у нас мысль о том, что возможно все. Возможно, разные актуальные направления. И, конечно, на первый план выходит в том числе технологический суверенитет. Мы знаем, что правительство Российской Федерации актуализировало это, сделало это приоритетным. И поэтому среди тем Конгресса будет тема, связанная с технологическим суверенитетом России. Кроме того, важным трендом, то, что оказывает влияние сейчас и будет оказывать в любом случае в будущем для экономики, является цифровизация, цифровая трансформация. Поэтому будет это направление обсуждений. Ну и, конечно, переход к другой экономике, экономике устойчивого развития, которая стоит на трех китах. Экономика, социальное развитие и экология, экологическое развитие. Понятно, что без учета вот этих трех компонент тоже дальше экономика нашей страны, наша страна, точнее, развиваться не сможет. Поэтому вот эти три ключевых направления мы рассмотрим в первый день работы Конгресса, 2 февраля. А на следующий день, 3 февраля, у нас также пройдут две очень важные секции. Это цифровая трансформация образования. Мы понимаем, что это, опять же, та реальность, которая уже есть сейчас и которая, безусловно, состоится в будущем. Она не может, от нее невозможно будет отказаться, это объективная необходимость. И криптовалюта и блокчейн. Вот подробнее обсудим последнюю тему. Татьяна Васильевна, вот в программе заявлено очень много не только региональных экспертов, членов правительства, но и федеральные эксперты. Вот все-таки Конгресс ориентирован на экономику региона или на экономику в целом и страны? Дело в том, что Конгресс ориентирован и в том числе на экономику страны и на экономику региона. Дело в том, что регион не может развиваться вовне, изолированно от страны. Поэтому, конечно, наша задача была привести на пленарное заседание федеральных спикеров, спикеров федерального уровня. И, на мой взгляд, у нас в этом году очень значимые и интересные спикеры. Это Михаил Делягин, депутат Государственной Думы. Это Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ. Они расскажут как раз вот здесь каждый, понятно, со своей точки зрения, о ближайших перспективах России, неизбежных объективных каких-то моментах. У нас также будет выступление заместителем министра экономического развития Российской Федерации, Колесникова Максима. Также у нас будет взгляд со стороны НТИ, Национальной технологической инициативы. Андрей Силинг будет спикером. И в качестве регионального спикера у нас будет Георгий Ткаченко. Он расскажет нам со стороны бизнеса, какой взгляд существует на обеспечение технологического суверенитета в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. Вы уже сказали, очень такая интересная тема, да, это криптоэкономика и блокчейн. Вот она тоже заявлена в программе, целая секция будет ей посвящена. Вы как сами сегодня оцениваете развитие этого направления именно у нас в регионе? В регионе, конечно, я бы не сказала, что это активно развивается. Дело в том, что эта тема не может в отдельно взятом регионе развиваться. Это федеральная повестка, даже, я бы сказала, мировая повестка. Мы знаем, что уже во всем мире криптовалюты, биткоины стали практически привычным понятием. И также в Государственную Думу внесен закон уже о цифровом рубле Российской Федерации. Центральный банк, значит, инициатором является. То есть, по сути, на наш взгляд, это как раз тоже ближайшее будущее России. Ну и, конечно, Пермский край здесь не может быть в стороне. Тем более, что, допустим, наш регион всегда был энергоизбыточным. Мы знаем, что эта тема требует определенного производства электроэнергии. Татьяна Васильевна, вот еще один очень важный момент. Главная цель все-таки экономического конгресса – это конструктивный диалог между властью, наукой и бизнесом. Вот как эта цель будет достигаться на конгрессе? За счет чего? За счет того, что будут выступления спикеров как раз всех трех участников – и наука, и власть, и бизнес. И услышать друг друга – это очень важно на самом деле на сегодня. И я думаю, что нам это как раз удастся благодаря участию очень интересных спикеров. Опять же, региональных спикеров и федеральных спикеров. Например, в секции «Технологический суверенитет» у нас приглашенный спикер Сергей Переслегин. Он достаточно известный в России на сегодня специалист по прогнозированию. Причем это не экономическое прогнозирование, а в целом, я бы сказала, цивилизационное прогнозирование. Это и эксперты из Сбербанка, которые занимаются блокчейном, лабораторией Сбербанка блокчейн. И так далее. То есть, действительно, и наука, и власть, и бизнес. От науки у нас участники – это профессора, доктора наук из Москвы, из Пермского края, из Санкт-Петербурга. То есть, я думаю, что будет как раз этот диалог обеспечен. А сегодня нет как раз-таки вот этой потери между наукой и бизнесом? – Существует определенный, действительно, разрыв между научными исследованиями и реальной экономикой. Об этом речь. Потому что информацией, понятно, мы обмениваемся. Но вот превращение научных открытий, достижений, технологий, разработок патентов в реальный бизнес – оно затруднено. Действительно, существует вот этот провал. Но здесь множество причин, в том числе и недостаточность инвестиционных ресурсов у инвесторов, с тем, чтобы они могли в долгую пытаться новую технологию, разработанную учеными с нуля, внедрить в бизнес, в производство. Ну и, с другой стороны, здесь вопросы к ученым в том плане, что о теле технологии предлагаются, насколько это актуально для бизнеса. Поэтому, конечно, это очень важный момент. – Ну и как раз-таки на площадке экономического конгресса все с друг другом смогут пообщаться и понять, что сегодня нужно бизнесу, а что нужно сегодня предложить науке. – Да, мы очень надеемся на это. – Татьяна Васильевна, спасибо большое за вашу экспертную оценку. Я напомню, сегодня у нас в студии была Татьяна Миролюбова. Это декан экономического факультета Классического университета Перми, доктор экономических наук и профессор. И мы обсуждали экономический конгресс, который пройдет в Перми уже в начале февраля. Татьяна Васильевна, спасибо. – Спасибо. Татьяна Миролюбова